ПОЛИФОНИЯ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ Полифония Крымской весны. Такое мероприятие в рамках празднования третьей годовщины присоединения Крыма к России недавно прошло в пансионате «Планета». Его организаторами стала местная немецкая национально-культурная автономия, председатель Виктор Шульц, при поддержке управления межнациональных отношений администрации Евпатории. В планете собрались представители национально-культурных автономий и обществ. Русские, армяне, азербайджанцы, греки, крымские татары, украинцы, эстонцы, французы, а также активные общественники и творческая интеллигенция из разных городов полуострова. От лица главы города Олеси Харитоненко и от имени заместителя главы администрации города Евпатории, начальника управления межнациональных отношений Эльмара Мамбетова, гостей поприветствовала главный специалист управления Елена Кулешова. Она отметила, что национально-культурные автономии очень много делают в плане просветительской, воспитательной и патриотической работы и вручила грамоты и благодарности активистам, общественникам, руководителям национальных музыкальных коллективов. В основу вечера, идейным вдохновителем которого стала заместитель председателя места немецкой национально-культурной автономии Ирина Бернард, была положена идея о многоголосии, полифонии, крымской весны. Ведь только под мирным небом люди разных национальностей могут созидать, развивать свою культуру и уверенно смотреть в будущее. Как пример, гостям показали фильм, снятый к 20-летию местной немецкой национально-культурной автономии Людвигсбург, журналистами познавательной программы «Хофнунг. Надежда» телерадиокомпании «Крым». В нем запечатлены памятные моменты и жизни эпатерийской немецкой диаспоры. Наглядно отражаются чаяния и надежды наших земляков, которые особо в последние три года ощущают в своих душах и сердцах большой эмоциональный подъем. В рамках проекта «Полифония Крымской весны» была показана культурно-образовательная программа «Обыкновенные гении». Это совместный творческий проект немецкого общества и Евпаторийской детской школы искусств. Вела программу преподаватель ДШИ Олеся Соловей, которая пригласила всех совершить небольшое историческое путешествие во времени и познакомиться с выдающимися деятелями немецкой культуры и науки, такими как первопечатник Иоганн Гутенберг, художник и ученый Альбрек Дюрер, основатель движения реформации Мартин Лютер, композитор Иоганн Себастьян Бах, государственный деятель, ученый и поэт Иоганн Вольфганн фон Гёте, основоположник классической немецкой философии Эммануил Кант, автор теории относительности Альберт Эйнштейн. Все они оставили заметный след не только в европейской науке и культуре, но и повлияли на дальнейший ход мировой истории. В концертной программе наряду с известными прозвучали редко исполняемые произведения инструментальной и вокальной старинной европейской музыки. Так Сергей Ряполов, класс преподавателя Светланы Кондратюк, представил произведение Луи Клода Декена «Кукушка». Олег Третьяк на Домбре под аккомпанемент Кристины Дубининой исполнил адажио Бенедита Марчелло. Олег Третьяк на Домбре под аккомпанемент Кристина «Кукушка» 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 Александра Тимашова исполнила партиту «Ми-минор» Джузеппе Антонио Бричианелло, Олег Лазукин, класс преподавателя Ивана Рибакуня, Жигу Жака Абера, Анастасия Скиженок, класс преподавателя Елены Леонтьевой, Алианду из французской сюиты и Огана Себастьяна Баха, а Николай Корлюга, прелюдию и фугу соль-мажор этого же композитора. Иван Бирючев, класс преподавателя Людмилы Зайковой, представил произведение Александра Скарлатти «Нет мне покоя». Стихотворение Маргариты Алигер «Соната до мажор» проникновенно прочитал Кирилл Турченко. Земля щедра, земля богата, да будет свет, да сгинет мрак. От всей души клялась соната, что будет так и только так. «Греми, бесстрашная соната, прости, соната до мажора, плыви на всех волнах эфира и властно древле, люди мира, спасите землю от войны». Своим ярким творчеством порадовала лауреат международных конкурсов Ксения Тарнопольская. Она исполнила произведения Георга Фридриха Генделя и Джованни Батиста Перголези. Песня «Соната до мажора» Блестящий выступил фортепиано-дуэт лауреат республиканских и международных конкурсов Ольга Беричева и Светлана Кондратюк. Прозвучала рунда и сонаты до мажор Иоганна Кристофа Баха. Блестящий выступил фортепиано-дуэт лауреат республиканских и международных конкурсов Ольга Баха. Блестящий выступил фортепиано-дуэт лауреат республиканских и международных конкурсов Ольга Баха. Несколько раз на протяжении всего мероприятия на сцене выступал хор старших классов детской школы искусств, руководитель Евгения Макарченко, концертмейстер Татьяна Кустовская. Его исполнении прозвучали произведения Вольфганга Амадея Моцарта «Аве Верум», Феликса Мендельсона Бартольде «Терцать трех ангелов из оратории Илья» и Роберта Шумана «Аве Мария». Санта Моя, Роберта Шумана «Аве Верум» В конце программы на сцену вышли все ее участники, которых наградили громкими аплодисментами и памятными грамотами. Зрителей поприветствовала гость праздника, главный редактор журнала «Наш Крым» Халида Ахмеджанова. Организаторы проекта убеждены, подобные мероприятия очень важны для крымчан. Они помогают представителям разных национальностей чтить свои традиции и культуру. А все это, по большому счету, укрепляет мир и дружбу между народами и странами. Сегодня произошло замечательное событие в рамках празднования Крымской весны, третьей годовщины референдума и дня воссоединения Крыма с Россией. В Епатуре прошел ряд мероприятий и завершились эти мероприятия с сегодняшним проектом, который называется «Полифония Крымской весны». Это культурно-образовательный проект, на котором наши дети показали свое творчество, дети и взрослые. И люди, и взрослые, и маленькие, слышали классическую музыку, узнавали о творчестве немецких художников, о творчестве, о культуре немцев, о научных открытиях немцев. А почему немцев? Вы знаете, наши немецкие организации, они очень активные. 15 марта прошел замечательный концерт народного немецкого ансамбля «Зоненштраль», который тоже посвящен событиям Крымской весны. А сегодня, 19 марта 2017 года, мы услышали совершенно потрясающий концерт, который не был бы совершен без поддержки управления международных отношений и, самое главное, без Евпаторийской детской школы искусств. Потому что и педагоги, и учащиеся этой школы, и директор всегда поддерживают наши программы, всегда помогают и исполняют замечательные свои произведения на сцене. На мероприятии были вручены грамоты главы города Евпатории Олесии Викторовны Харитоненко. Также были вручены грамоты от заместителя главы администрации города Евпатории Эльмара Изетовича Мамбетова, который напрямую работает со всеми национальными и культурными организациями нашего города. В нашем центре 43 члена нашего общества, есть этнические немцы, есть просто, которые любят нашу культуру, есть, хотят, которые поинтересуются нашей культурой, кто изучает язык. В данный момент идет набор на изучение немецкого языка. Занятие бесплатно. Каждое воскресенье мы в 11 часов, у нас богослужение в нашем центре. Центр находится на улице Интернациональная, дом 140. Мы всех приглашаем. Хочу поздравить всех с праздником. Благополучия, мирного неба над головой. Сегодня состоялся концерт под названием «Обыкновенные гении» в рамках программы «Полифония крымской весны». Думается, что для музыкантов не нужен перевод, так как «Полифония» — это многоголосие. Для широкого круга смещается немножечко ударение, полифония. Но суть от этого не меняется. В рамках празднования такого необыкновенного дня по всем нашим городам, Крыма и всей страны проходит очень много интересных мероприятий, посвященных такой волнующей теме. И сливаясь в одно целое, эти голоса образуют настоящее многоголосье, настоящую большую симфонию крымской весны. И та аудитория, которая сегодня была в этом зале, она приняла с большим интересом и благодарностью программу, представленную «Обыкновенные гении». Прежде всего, она предназначена для молодого поколения. Она даёт возможность, прикасаясь к позднему средневековью, шагая по вековой истории, углубить интерес, пробудить этот интерес к тому истинному, что всегда нам очень дорого. И сквозь призму музыки мы получили вот ту гармонию души, которую клавесинисты слушают в тиши и обретают тот строй, который нам необходим на все наши непростые будни. И мы хотим выразить огромнейшую благодарность президенту нашей страны, Владимиру Владимировичу Путину за указ от 2014 года о реабилитированных народах. То есть сегодня мы можем свои программы осуществлять, мы ощущаем поддержку от наших городских властей и также хотим выразить большую благодарность с надеждой на наше развитие. Нас связывает уже долгая дружба с Евпаторийской детской школой искусств, потому что мы никогда не встречали не то что отказа или каких-то непонятных вопросов. Нам всегда шли навстречу, прежде всего, директор музыкальной школы Дмитренко Татьяна Николаевна. Огромная ей благодарность. Все участники любых встреч наших всегда с большим желанием принимают это участие, очень серьезно готовятся. Мы видим это отношение, и поэтому программы, которые у нас бывают, посвященные юбилейным датам, будь то Бах или Бетховен, любая тема, мы уверены, что мы работаем с профессионалами, которые отдают свою душу и сердце музыке. И как человек, причастный к фортепианному творчеству, к искусству в целом, я не могу быть в стороне от искусства. И все, что я могу, все, что рождается в голове, какие-то интересные идеи, стараюсь их реализовывать. И это возможно стало только благодаря пониманию непосредственно нашего храма искусства, всех его участников, преподавателей, детей. В этой программе помогали, конечно, многие. Это управление межнациональных отношений. Главный специалист Елена Робертовна Кулешова. Она всегда в центре событий. Она тоже такой двигатель, который всегда дает определенную уверенность в любом непростом порой мероприятии. Огромная благодарность руководству пансионата «Планета». И особенно звукорежиссеру Виктору Владимировичу Дыбову. То есть этим проектом мы уже не один день занимаемся. Мы рихтуем его. И огромная благодарность замечательной ведущей Олесе Владимировне Соловей. На мой взгляд, она прекрасно представила такую непростую, но важную тему. Так что всем огромное спасибо. Валентина Лавренко, Алексей Гладков. Евпаторийское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова